В этой постановке, кажется, все подчинено известной тургеневской теме отцов и детей. Попытки догнать уходящее время, страх принятия решений и первая любовь. Сюжет пьесы вроде бы незамысловат, но благодаря актерам погружение и сопереживание происходит с первых минут. Простые, но внятные диалоги, юмор и современный сленг. Впрочем, отождествлять пьесу с русской классикой ее режиссер просит не торопиться. Это не классическая пьеса, когда мы там ссылкой на какую-то историю, на какое-то время другое и понимаем, что другие характеры, другие какие-то нравы. Здесь просто люди, которые окружают нас. И мне кажется, вот эта простота, она с одной стороны должна привлекать внимание, а с другой стороны она и сложна для того, чтобы быть достоверными. Потому что судить о том, как было это во времена Чехова, Островского и других классиков, мы все равно делаем какую-то скидку. А здесь все рядом с нами, мы можем всегда проверить, так ли люди общаются, так ли они действительно влюбляются, так ли они переживают из-за своих чувств. Поэтому, в общем-то, и сложно, и просто. Вот такая история. Деньги на постановку пьесы труппу получила от Российского фонда культуры. Наш театр драмы победил во всероссийском конкурсе поддержки современной драматургии. Игорь Витренко, автор пьесы «Я танцую как дебил», активно принимает участие в конкурсах. И вполне себе результативно. Написанные им пьесы становились лауреатами различных творческих фестивалей. Да, мы выиграли грант, в который входила именно современная драматургия, которая ставится впервые. И для нас это важно, потому что мы мало того, что выиграли этот грант, это еще и пьеса нашего земляка, Лизанса, Игоря Витренко. В общем, мы как бы попали в какую-то хорошую волну, и так как нам еще, что мы выиграли грант и дали такую возможность на средства гранта реализовывать эту постановку, тоже хорошее подспорье, и мне кажется, многое, что мы себе смогли позволить в такое не самое простое для нас время пандемии, каких-то урезанных финансов 50% зрителя, когда очень сложно театрам в это время, потому что там полгода вообще были без работы. Понятно, что какие-то проекты реализовывать, особенно такие крупные, с определенным количеством техники, это сложно. И грант, конечно, здесь очень помог. Один из современных театральных методов вовлечения – это когда зритель наблюдает за действом фактически прямо на сцене. Спектакль «Я танцую как дебил» на протяжении всего короткого театрального сезона до середины зимы будет в репертуаре театра. Времени вполне достаточно, чтобы пьесу оценили поклонники драматургии. Герман Кущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».